МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! На телеканале Интекс итоговая информационная программа «Семь дней». Сегодня вы увидите. Барановические аграрии спешат завершить сев ранних яровых. Активно продолжается посевная сахарная свекла и кукуруза. Об особенностях нынешней весенней полевой кампании, одной из самых ранних за последние 10-15 лет, говорили на районном семинаре в СПК Крошин. Вопросы по организации охраны лесов от пожаров были обсуждены на Брещене в ходе областного сбора на примере Барановичского лесхоза. Участники демонстрационно-практических учений ознакомились с новыми способами тушения лесных пожаров, новой техникой, необходимой для работы в труднодоступных местах. Пример успешного сотрудничества Беларуси и Российской Федерации взаимодействия ВВС и ПВО двух стран. Экипажам, которые несут совместное боевое дежурство на аэродроме 61-й истребительной авиабазы в День единения народов Белоруссии и России, памятные подарки вручил министр обороны нашей страны Юрий Жадобин. Театр – лучшая форма воспитания, убеждены в Барановичском колледже легкой промышленности. Более пяти лет в этом СОЗе работает агит-театр «Контраст» – творческая команда, которая ставит во главу угла мобильность, актуальность и креатив. А теперь об этих и других темах подробнее. Агрометеорологические условия позволяют поддерживать высокие темпы полевых работ. В последней декаде марта из-за властвовавших в атмосфере скандинавских антициклонов осадков выпало в 2,5 раза меньше климатической нормы. На этом фоне относительная влажность воздуха в дневные часы понижалась, что способствовало просыханию почвы. Но на большинстве площадей Беларуси запасы продуктивной влаги в пахотном слое еще хорошие. Поэтому в нынешние весенние полевые кампании перед аграриями поставлены серьезные задачи. Наверное, впервые за последние 10-15 лет весенняя посевная кампания в Барановичском районе началась так рано, еще 10 марта, когда в хозяйствах приступили к посеву многолетних трав. Сейчас благопогодные условия благоприятствуют агрономам, посевная ранних яровых культур, а также сахарные свеклы, кукурузы идет полным ходом. Ни один из годов весенней посевной кампании не может быть похож. И этот год особенный, потому что практически только в течение январа месяца было две недели больших сильных морозов, а так, собственно, и зимы не было. И сегодня, когда идет уже в полном разгаре весенняя посевная кампания, и нету влаги. Поэтому мы всех руководителей, специалистов сельхозорганизации нацелили, чтобы в оптимальные сроки завершить сев ранних яровых, и они завершатся в субботу. Для весенней посевной кампании этого года очень большое внимание было уделено со стороны областного исполнительного комитета поддержки. Это, значит, выделение денежных средств на минеральные удобрения. Постановление Совета Министров вышло в 113, где 26 миллиардов наши сельхозорганизации, 4, возьмут кредит льготный. Конечно, он не настолько большой, но под 15,4 процента. Это тоже нормальная поддержка для этих крепких хозяйств. Для более слабых хозяйств решается вопрос через область полкома, опять же, удешевит, значит, на минеральные удобрения, особенно азотные, которые необходимы для наших сегодня растений. Что касается техники, то были выделены бюджетные суда для ремонта техники, а безвозмездная помощь с областного исполнительного комитета была выделена для техобслуживания. Поэтому машино-тракторный парк, он технически исправный, работает в районе. Мы не говорим о двухсменной работе, но говорим о том, что человек, тракторист, машинист начинает работать с 7 утра и до позднего вечера, это практически есть двухсменная работа. Более того, для наших механизаторов это тоже одно из подспорьев, чтобы заработать больше денег, потому что в зимний период они практически отдыхали. Все задачи, которые стоят перед Барановским районом и работниками сельского хозяйства, мы справимся, наверное, в срок, потому что все для этого имеется. На данный момент гибели у нас озимых нет, это там вымочки какие-то, 170 гектар где-то, но это, я считаю, это гибели нет. Ну, что хочется сказать по посевной, весна, конечно, ранняя, это радует агронома, поэтому на месяц, в этом году началась раньше весна и в сроки укладываемся. Я думаю, этот год мы будем на высоте по урожаю зерновых. Состояние почвы и благоприятная температура в дневное время суток позволили сельхозпроизводителям приступить к севу основной технической культуры – сахарной свеклы. И одними из первых этим занялись на полях СПК Крошин. Не случайно в этом хозяйстве на семинар учебу и собрались руководители сельхозпредприятий района, специалисты, фермеры, чтобы обсудить все особенности нынешней полевой компании. Наличие хорошо подготовленной техники специалистов позволяет пахать и сеять быстро и без задержек. Для сахарной свеклы это самые оптимальные сегодня погодные условия. Температура почвы сегодня 6-8 градусов, а оптимальная 4-6. И если мы для нашего района посевная компания сахарной свеклы – это 3200 гектаров, мы должны произвести более 140 тысяч тонн сахарной свеклы. И я сегодня в своем выступлении для руководителя специалиста говорил, что тот, кто не будет получать 400 центнеров и больше с одного гектара сахарной свеклы, то этой культурой не надо заниматься, потому что на их местах уже сегодня на подступах стоят наши фермерские хозяйства. И на сегодняшний день 4 фермерские хозяйства занимаются выращиванием сахарной свеклы, которые по прошлому году получили более 450 центнеров с гектара. Почему я сказал свыше 400 центнеров? Потому что именно 400 центнеров – это та планка, которая приносит только нулевую рентабельность для сельхозорганизации. А если хочешь получить экономические показатели, стабильность предприятия, соответственный заработок в сельхозорганизации, то мы должны получать 500 и выше центнеров с гектара. Этим самым и нацеливаем сегодняшний семинар совещания для всех специалистов, руководителей, которые будут заниматься выращиванием сахарной свеклы. Второй посевной, наряду с ранними яровыми, аграрии называют севкукурузы. Эта культура немаловажна и для зерна, и для корма животных. Она займет в этом году 14 300 гектаров. И завершить севкукурузы, как и сахарные свеклы, планируется до 24 апреля. Приступили к посадке картофеля, раннего картофеля. Это 45 гектар щара агро. Лен посеяли уже на площади 165 гектар. Планируется 300 гектар льна в этом году. Это два хозяйства, Назареченский и райагросервис, который сеет лен. Овощи сеем, морковь посеяли уже. И подкормочка ведется вторая. Я думаю, неделя полтора и полторы, и мы закончим вторую подкормку озимых культур. До конца текущей недели в районе должны полностью завершить ранний яровой сев. А в целом в этом году барановические аграрии планируют собрать 168 тысяч тонн зерна. И этот каравай будет не менее весомым, чем в прошлом году. Одна из важнейших задач, стоящих перед лесным хозяйством республики – охрана лесов от пожаров. Чтобы встретить летний сезон в полной готовности, лесхозы страны еще в начале года провели организационно-подготовительные мероприятия, наладили взаимодействие с органами МЧС, МВД, местной исполнительной властью. А сейчас в каждой области нашей страны прошли демонстрационно-парактические учения по обнаружению тушению лесных пожаров. Лесной пожар – стихийное неуправляемое бедствие, которое уничтожает гигантские площади лесов, уникальные экосистемы и, конечно, несет серьезную опасность для людей и хозяйств. Поэтому сейчас все организации лесной сферы переключаются на предупреждение и борьбу с пожарами. На обречении вопросы по организации охраны лесов от пожаров были обсуждены в ходе областного семинара на примере барановического лесхоза. В его состав входят 9 лесничеств, общая площадь которых составляет около 90 тысяч гектаров. На базе Березовского лесничества у деревни Подгорное участники демонстрационно-практических учений ознакомились с новыми способами тушения лесных пожаров новой техникой – воздуходувками и лесопожарными модулями, два из которых приобрел барановический лесхоз. Лесопожарные модули мы приобрели первые в прошлом году. Эффективность они свою показали, поэтому продолжаем приобретение этих модулей. И очень эффективны они именно при тушении кромки огня на небольших пожарах и на сельхозпользовании, то есть вот такие вот земли при сельхозпалах, при тушении пожаров, которые угрожают лесному фонду где-то несжатая стерня и так далее. Ну и кромки пожаров при низовых пожарах лесных. В области мы планируем приобрести в этом году еще 17 модулей. Они эффективно себя зарекомендовали в плане том, что экономия и топлива, и воды, который при тушении пожарными машинами большой расход воды, конечно, топлива затратно, но эффективность этих модулей себя оправдывает, конечно. Стоимость одного лесопожарного модуля 50 миллионов, но затраты стоят того, говорят специалисты. Впервые здесь на учениях взял в руки воздуходувку мастер леса Дмитрий Макаревич. В Березовском лесничестве он работает более 10 лет, а вот пользоваться таким оборудованием пока не приходилось. Ну что, агрегат нормальный, воздуходувка называется. Когда воздухом, так сказать, плохо раздувает, наоборот, огонь. Когда добавляешь воду, тушит, сбивает пламя. Хорошо будет в доступных местах работать с ним, где даже машина не дойдет, трактор не дойдет. Взял этот аппарат и пошел работать, тушить. Пожароопасный сезон наступает в лесу с момента таяния снега и до появления полного зеленого покрова, до наступления устойчивой и дождливой осенней погоды. И для лесоводов весь этот период очень ответственный и напряженный. Лес – это очень сложный организм, который надо выращивать долгие годы, потому что от момента посадки и до сбора так называемого урожая, деловой древесины, проходит более 80 лет. Поэтому основная функция, конечно, охраны леса от пожара. Потому что каждый год в республике создаются более 25 тысяч гектар новых лесов. И именно они наиболее подвержены этой страшной напасти лесным пожаром. Поэтому сегодня продемонстрировали в таких, можно сказать, военных условиях, как мы это делаем. И хочется, наверное, даже похвалиться. 2013 год был наиболее удачным в этом отношении. Мы добились абсолютного минимума как количества пожаров лесных, так и их площади. И средняя площадь пожара всего лишь 0,2 гектара, то есть это 20 соток. Этого не было никогда. Поэтому сейчас самое главное удержаться в этих показателях, не допустить новых пожаров. Нужно для блага и роста наших лесов. Брещено готово к пожароопасному периоду, но сегодня ставка делается на предупреждение чрезвычайных ситуаций. И только совместными усилиями можно преодолеть угрозу для лесных массивов, отметили участники учений, подводя их итоги. А теперь напомним о других событиях этой недели. Железная дорога сильна своими людьми, и такую профессию выбирают не на год-два, а на всю жизнь. Более 60 тружеников барановического отделения завоевали первые места в конкурсе профессионального мастерства. 12 из них стали сильнейшими в республике. Финальный этап 7-го республиканского конкурса проектов по экономии и бережливости энергомарафон прошел в Барановичах. Участие в нем приняли ученики и педагоги со всех регионов республики, представители Министерства образования и госстандарта Беларуси. Лучшим регионом страны по организации работы в сфере энергосбережения было признано Управление образования Брестской области. В этом году в нашей стране 6 апреля впервые пройдет День физической активности. Не случайно он проводится накануне Дня здоровья. Этим двум важным дням посвящена пресс-конференция. Организаторы акции обещают горожанам немало сюрпризов. Народный театр моды «Свита» Барановического государственного университета отметил 15-летний юбилей. За свою короткую, но насыщенную историю коллектив становился неоднократным дипломантом и лауреатом республиканских и международных конкурсов. Но главное для многих участников «Свита» стало стартовой площадкой и дала путевку в жизнь. Второе место заняла команда Брестской области в чемпионате Республики Беларусь по спортивной акробатике. Это были не просто главные старты года в нашей стране, но и отбор в национальную сборную для участия в чемпионате мира во Франции, который состоится в июле месяце. В этом году мы будем отмечать 70-летие со дня освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и столетие со дня начала Первой мировой войны. Кроме того, 15 лет прошло со дня подписания договора о создании союзного государства. И, наконец, 2 апреля мы отметили уже в 18 раз День единения народов Беларуси и России. Пример успешного сотрудничества, взаимодействия ВВС и ПВО двух стран. Экипажам, которые несут боевое дежурство на аэродроме 61-й истребительной авиабазы, памятные подарки вручил 2 апреля министр обороны нашей республики Юрий Жадобин. Министр обороны Республики Беларусь Юрий Жадобин поздравил дежурный боевой расчет, несущий дежурство на аэродроме в Барановичах. Он вручил памятные подарки российским и белорусским военнослужащим. Напомню, что с декабря прошлого года на аэродроме 61-й истребительной авиабазы дежурные экипажи ВВС и войск ПВО Беларуси и России заступили на совместное боевое дежурство. При выполнении задач по противовоздушной обороне к нашим военнослужащим присоединились 4 экипажа летчиков соседнего государства, дежурное звено российских истребителей Су-27 вместе с техническим персоналом. Нынешнее дежурное звено приступило к несению службы 27 февраля. Устра, скажем так, люди находятся на подъеме, в хорошем настроении, улыбаются, внимание достаточно большое, то есть это, конечно, чувствуется. Сегодня солнечный весенний праздничный такой день. Он, в общем-то, дополняет тот праздник, который сегодня празднуется двумя народами великими – России и Белоруссии. Тем более, что мы находимся на своей родной земле и несем совместно боевое дежурство с Российской Федерацией, с летчиками Российской Федерации, взаимодействуем вместе и в небе, и на земле. В общем-то, цели и задачи у нас едины. Это охрана государственной границы в воздушном пространстве и участвуем в единой системе ПВО. Мы защищаем одно небо, выполняем общие задачи, говорим на одном военном языке, отметил министр обороны Беларуси. Тем более, что большой разницы внесения службы в белорусских и российских авиаполках нет. Взаимоотношения налажены крепкие. Периодически выполняем совместную работу. На данный момент, по результатам данной работы, эскадрилья с поставленной задачей справилась. Выполняли задачи по боевому патрулированию в воздушном пространстве, выполняли задачи по перехвату контрольных целей, выполняли задачи по оказанию помощи экипажам, терпящим бедствия в воздухе, с выводом их на соответствующие аэродромы посадки. Никаких сложностей работы здесь мы не испытываем. Работают ребята достаточно профессионально, что касаемо Вооружённых сил Республики Беларусь. Мы работаем, в принципе, по одним и тем же правилам, поэтому как бы, как у себя дома. Никаких сложностей не представляет. Безусловно, они делятся своим опытом. Опыты военнослужащих Российской Федерации богат. Участвуют они во многих учениях, как на своей территории внутренней, так и совместно с нами. Ну и нам тоже есть чем поделиться. Всё-таки мы тоже несем боевое дежурство, участвуем в различных учениях, как и у себя внутри Республики Беларусь, так и совместно с российской стороной. Созданная несколько лет назад, Единая региональная система ПВО Республики Беларусь и Российской Федерации позволяет успешно охранять западные воздушные границы союзного государства и обеспечивать контроль за порядком использования воздушного пространства. Совместное несение службы белорусских и российских военнослужащих призвано повысить эффективность этой системы. Несмотря на то, что Барановичи не избалованы театром, интерес к этому виду искусства был у нас всегда. И когда на сцене появляется что-то интересное и достойное внимания, зритель на это реагирует, особенно молодой. В Барановичском государственном колледже легкой промышленности решили создать свой собственный театральный коллектив. И как оказалось, очень даже не зря. В чернобыльской трагедии была посвящена новая постановка агит театра «Контраст», которую юные актеры представили в своем же учебном заведении. Вот уже несколько лет в колледже легкой промышленности существует свой театральный коллектив, история которого началась с обычного спецкурса по здоровому образу жизни. Однако известная педагогическая технология «Равный обучает равного» настолько захватила и преподавателей, и учащихся, что злободневные темы о спиде, курении, экологии стали все чаще раскрываться через театр. Причем именно агит театр, когда, как говорят, на малом пространстве можно работать и с одним стулом. Была бы команда, желание и интерес. Вообще у нас возникла сначала агит бригада. В 2008 году мы ставили первое мероприятие, называлось «Молодость против спида». Затем, уже вот как бы увидев, что это действительно работает, что зал слышит, мы как бы стали набирать уже более талантливых ребят, потому что я делала это сначала на своей группе, где я была куратором. Зачем ко мне подключилась Нелли Яковлевна, которая является у нас режиссером-постановщиком. И мы стали работать уже вместе, уже отбирать тех ребят, которые могут не бояться сцены и могут на ней работать. Когда учащийся говорит учащемуся о том, что брось курить, или что экология – это здорово, давай будем сохранять, даже посади дерево, да, это важно. Вот, поэтому мне кажется, что эта тема всегда будет актуальной. Кто-то скажет, агит театр – это форма агитации во времена СССР, и время сегодня совсем иное. Однако трудно остаться равнодушным к искренней актерской игре молодых людей, их воодушевлению и огромному желанию работать. Конечно, очень нравится, ребята очень сильно готовились, аж до души пробрало. На мой взгляд, тема Чернобыля на сегодняшний день – экология, очень актуальна. И ребята молодцы. Когда читаешь – это одно, а когда показывают – это совсем другое. Что-то тронуло тут в сердце. Нам очень сильно понравилось, правда, это было замечательно. Хорошие ребята, вообще молодцы. Спасибо вам за эту тему, большое спасибо, ребята, вам. Зрителя не нужно воспитывать, зрителю должно быть интересно. Именно на этом строят свою работу участники агит театра «Контраст». Небольшая, но очень творческая, креативная команда. Я как поступил в колледж лидера агитбригады, это моя мама, взяла меня в агитбригаду. Ну, я тогда еще маленький был, боялся сцены, но потом, когда участники агит театра, которые были в то время, закончили колледж, я взял все на себя, стал лидером агитбригады. И мне нравится, я вот сейчас закончил колледж и уже участвую целый год в агитбригаде. На форуме колледжа это хорошо сделать, потому что не надо много инвентаря сценического, можно везде выезжать и просто выступать, показывать сценки. Мы за все это время сплотились очень сильно, ну, стали как одна семья. Вообще нравится затрагивать такие темы, потому что сейчас как курение, алкоголь, это очень распространяется, и хочется людей предупредить, до чего это доводит. Настана, нравится вообще, как тебя публика воспринимает, играть все само, просто ты это вживаешься в это, это приятно, ну, очень нравится. Некоторые, например, темы очень вообще душевные такие, это надо вжиться в роль, надо все пережить на себе, это довольно трудно. И каждый раз, каждый, ты выступаешь не один раз, а по нескольку раз, и каждый раз вот это переживать, это трудно. А нравится то, что, ну, здесь все друзья, здесь сплоченный коллектив, здесь весело, выступать весело, репетировать весело. Творчество – это всегда эксперимент, и в колледже легкой промышленности он принес хорошие результаты. Многочисленные дипломы, сертификат СУЗа как лучшего практика, а недавняя успешная защита коллектива на звание образцового позволила ему без зонального отбора стать участником областного конкурса «Театральный пристанок». Вот мы первая ласточка тому, что это движение должно развиваться, потому что к нам приходят постоянно новые дети, мы с ними работаем, они становятся актерами, они растут на этой сцене, и им самим это интересно. Работать интересно, ребята разные, с разными характерами, иногда устаем очень, иногда радуемся, веселимся, но это здоровски. И мне кажется, что другим жанром мы не смогли бы выразить, вот именно говорить на те темы, на которые мы сегодня говорим с нашей маленькой сцены. Колледж, вот педагоги колледжа, администрация, конечно, все нацелены на воспитание, на то, чтобы дать профессию ребятам. А нам, как работникам воспитательного отдела, наша важная задача – воспитать человека, который потом, если он, заботящийся о своем здоровье, здоровье близких ему людей, здоровье нашей земли, сможет стать хорошим специалистом. Агиттеатр – новое направление работы колледжа, открывающее широкие возможности и для воспитания, и для творчества. А результатом становятся не только новые постановки, но прежде всего, новое знание молодых людей о нашем общем доме, планете Земля, о малой родине, о здоровом образе жизни, о человеческих взаимоотношениях. Наша программа завершена. Я прощаюсь с вами. До следующей встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова